Привет всем, сегодня у нас 20 января 2024 года и мы продолжаем, а я же сегодня только начинаю с автосейва значит, только у нас по-моему не автосейв, потому что мы проверяли что будет происходить, так, 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 теперь надо вспоминать, что я тогда рановато начал что-то может быть вроде этого, то есть здесь все свободно надо просто подойти, ну это завтра получается, надо просто подойти здесь этот сидит, Терек как его здесь, я уже не помню, как его здесь называют, а, Бархан так, 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 а мы тут не успеваем или успеваем, короче, сейчас проверим получается, что, о, ничего себе, что-то здесь поменялось я-то думал то, что я и так тише сделал, как уже в предыдущий раз говорил и все равно громкость выше-ниже стала, ну на троечку, как обычно, в принципе так, смотрим дальше-то что мы открываем, а и не открываем, понятно, не сегодня получается а может я на Бойду записывался 7.30 так, ну нет, это то же самое практически нет, не то же самое здесь седьмой день а вот, да, получается, вот это сохранили ну не, это ближе, естественно, сохранение только здесь четвертый день но все-таки не шестой, потому что нам надо просто поближе подойти нам передает, да, Генриетта дракона так вот ну сейчас немножко подрубимся под уже действительность так что можно по Канарам, Генриеттой и Бойдам остаться здесь так-так-так-так-так ну здесь мы ничего не делаем здесь мы тоже а, здесь мы купим то есть хороший такой старт если встать в принципе то можно очень-очень хорошо так убежать да, мы сейчас Селестину ставим в город хотя этого не особо стоит делать но здесь еще никто не пришел вот так что с одной стороны нас прям вынуждают биться с Коркисом что можно сказать но оно нам не надо в любом случае ладно, пусть сидит у нее ничего нету ну и мы ее отсюда если что а, так мы Тодда собирались уволить угу и мы так и не проверили насчет того, что как оно по факту уже в дальнейшем Селестина-то еще нам, наверное, пригодится у нее и ходов вроде побольше то есть у Тодда продвинутая логистика а, нет у Тодда больше ходов блин какой выбор жестокий оказывается даже в Флорибер у нас у нас бегает ну, короче, все бегают лучше в принципе чем Селестина на данный момент здесь у нее даже базовый у этих всех продвинутый а бегать здесь очень даже как говорится, быстрые ноги ничего не боятся окей 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 ну, как мы уже выяснили давать именно бою сейчас никакого резона нету абсолютно абсолютно ой так что как-то так и у нас здесь еще есть но это уже на крайняк сейчас крайняка нету но все может быть поэтому Генриетта типа если она сюда встанет то, наверное, этот пойдет пусть стоит пока что вот так что Бойт следующим ходом всех откроют даже, наверное, можно поближе его подвинуть потому что тот все равно вроде как и не доходит ну да, какая-то длинная дистанция такая так что поближе будем к здесь пока что пропустим все остальные в принципе все сделали здесь мы уже все угу ну как бы пару дней не заходил получается сегодня тоже уже под вечер уже даже практически не двадцатый уже даже, можно сказать ну что, уже десять вечера так вот у нас, значит здесь такое легким движением а, так не, подожди так Берхану здесь ясно здесь этот ай как бы еще всех их запоминать ну, идр, короче настоящий идр, блин так нам предлагают Тоддам сбегать наверное сюда это я помню это я помню что у нас здесь должны быть средства а пока что в принципе я не знаю что мы там стояли не могли сюда сбегать вполне где-то далеко то есть мы можем посетить наверное мы успеем пощекочим нервы всем в основном себе естественно а что здесь опять поменялось где размер я ничего не обновлял ничего не это это сеточку тень перемещения тень курсора понятно, ну вроде как было ага, ну это ладно, это не суть все равно у нас здесь волшебное заклинание теперь у нас хотя бы деревяшек будет копиться так, ты пока жди да, тут что значит пока в принципе нет ну все ждут конечно же падают а а это что это что было это я как это как-то не подумавши произошло я-то думал будет стрелять а он не стрелял аааа да не, не, не тут не а, все равно ну вот здесь Селестина а у нас нету еще да, да у нас нету еще даже третьего уровня так что вот ну здесь ясно кто никто новый день новый день никто никуда не пошел чтобы куда-то отсюда уехать нам надо обязательно всех разложить но лодку наверное надо заиметь и на нее ну чтобы она в тот раз исчезла все же видели что она исчезла ну в тот раз еще вот ну позапрошлый то есть это наверное у нас третье да такое начало основательное так что мы сейчас возьмем ну Генриета получается может копануть смело у нас потому что Сандер ой Сандер бойт вот я сегодня немножко вот такой ну как бы это еще не проснувшийся ну как бы не проснувшийся но отпечаток вчерашнего так сказать дня вчера много было в таких физических нагрузок так что будем думать чуть дольше ну не ну кулон свободной воли интересно а да ну не очень интересно это здесь здесь никто им не пользуется ну как бы денежка ладно мы сделали свой ход поэтому наверное никто и не пытался как-то все это время откопать этот кулон но они знали что здесь ничего полезного нету так 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 что тот кто приплыл он был на корабле уже получается потому что там страж прохода а больше не откуда ему было выпласть так что он по скрипту был ну сейтос местный так 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 не ну в любом случае конечно же мы повышаем уровень так ну блин вот сейчас вот сложно получается судьба мы пока ее можем временно закрыть ну блин ее временно не закроешь ну до поры до времени и до я слишком много их купил конечно ну тогда это есть логика в том что раз ты их много купил то зачем ты их держишь это понятно но что то вот есть какое то вот хотя какое может быть предчувствие сейчас надо открывать ну придется тогда увольнять как бы у нас да фул сет ну прости Селестина временно если что я бы помню что это не увольнение ну каким оно могло бы выглядеть можно можно до конюшен стартануть хотя нет этот же сразу до корабля доезжает так что мы до конюшен и не стартанем вот но при этом мы отдаем все что имеем так 74 вместо а нет здесь не вместо здесь просто надо сложить у нас все они стояли плотно а тебе держи гарпию одну пока что одну как-то так да насчет расстановочки там да надо подумать будет у нас самый сейчас такой на этой территории логичный из трех героев самый прокаченный так у тебя ничего нету да да даже ну в сравнении понятное дело что рассмонт у нас гораздо в каченее даже чем Селестина ну типа как бы это да но у нас другие отношения с героями чуть-чуть вот у нас как бы у нас нет лишних героев но здесь у нас к сожалению только 8 можно ладно закончили обсуждать предыдущую тему пока что пусть ты тудым-сюдым не сбегаешь да интересно обойда нет не сбегал лады бывает ну то есть он то сейчас в любом случае наверное не пойдет никуда ни на какие меры ну если только ему очень захочется сделать мы же как бы спасаем корабль в том числе мы можем ну не знаю мы я пока не знаю имеется ввиду не то что я совсем не знаю а тут же возможно варианты вот очень бы пригодилась и здесь забывчивость очень а хотя она тебе ничем бы не пригодилась ты у нас не герой воды вот вот как еще хорошо было на старте вот это вот не предугадать что здесь настолько все-таки пригодилась бы именно магия воды вот и то в то же время мое вот отношение к магии воды оно тоже было всегда не первостепенным то есть для меня было всегда вот ну если нет мудрости то мудрость если нет магии земли то земля то есть вода у меня стояла на последнем месте получается то есть после земли воздух или 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 то есть воздух и земля это у меня на одном как бы уровне необходимости потом что ну огонь естественно я просто что-то о другом немножко задумался ну и вода вообще всегда у меня на последнем потому что ну поэтому я здесь и с самого начала ее вот ну если это даже посмотреть увидеть это отношение будет заметно но оно такое всегда у меня есть в том числе там базовые там эксперт удачи лидерство я тоже их никогда особо не применяю потому что привычка с одиночных карт опять же повторюсь то что там всегда достаточно много артефактов и обязательно у тебя будет какой-нибудь этот прилог там смелости отваги ну гирб доблести не отваги поэтому оно вот как-то ну это хорошо вот с этим тоже наверняка проработали подумали об этом тоже учли все-таки опыт уже сколько лет та же команда которая занимается ну вот и все смотрим что какие движения будут дальнейшие ну конечно типа стартанул а они все стартанули ох и она вернулась но они не успевают потому что мы же или мы не успеваем а мы не успеваем взять артефакт или успеваем надо сохраняться не мы не успеваем ну потому что как-то мы же до сюда только шли сколько ну это логично и у нас не было вчера ходов ну собственно ну собственно мы бы тогда двинули чуть главное до города вообще добежать ну вот если они нападали в предыдущие разы то они и сейчас не будут нападать ну по логике то есть у них как бы ну не должно хватать то вот наконец у нас товарищ раз мант новый наш товарищ поэтому мы можем то там у нас же тот здесь рядышком тот все и собирает ну не сейчас ладно а вот сейчас жесткий момент уже получается продолжение вчерашних так сказать предыдущего раза теперь надо вот реагировать все накинул тут что прохладненько у нас сегодня опять у нас минус 25 и снежочек и ветерочек и короче все подряд и МЧС там предупреждая поэтому тут сидишь уже и так в двух кофтах в третью на себе накидываешь держу в курсе вот ну что ж пришло время как бы это посмотреть что может Расман это даже штат поставить не так здесь надо воевать так так если мы передаем частично что хотя там слабаки в принципе то есть это надо было бы может вчера делать у нас и ходов было достаточно давай ой а ну я уже нажал ладно так что передадим 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 сколько там а у тебя кстати что в книжечке то да я почитать хотел ладно уж не надо ругаться кто у нас плотнее естественно естественно я думаю тебе троих ладно двоих будет достаточно или нет все таки троих давай троих давай четверых какая разница побыстрее будет наверное воевать но посмотрим не факт бам 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 или подождать типа всегда успеем вернуться а это чем я тогда ну ладно как бы это мысль она такова я хотя тогда ход пропускается здесь тогда мы тоже ход пропускаем ну тебе то все равно ты на корабле а так ты можешь туда-сюда вот точно просто какое то логичное количество скинуть чтобы если что мы могли бы еще и повоевать ну вдруг он захочет напасть ну вот прям вот ему приспичит там то только созерцатели все теперь можно пропустить все нормально комп отчаянно надеется что я протуплю что я а я понял то есть даже так да то есть если бы у меня было 11 драконов то вы бы не стали бы этим заниматься да ну что ж убежать мы не можем да а мы вообще здесь очень так сказать в жестоком положении потому что идор то у нас защищенный не безо то есть он забезопасный тут у нас бой ну давайте все вы короче опечалитесь внезапно ну вот драконов кстати можно сюда запарковать ну они скорее всего уже первые самые а хотя нет подожди печаль печаль обида и невзгода короче эти дважды стреляют эти дважды стреляют наверное есть резон ну в то же время есть резона в то же время нет резона потому что эти ну эти хорошо у них атака в принципе ну я как-то склоняюсь к этому я не самый опытный в этих вопросах аааа поэтому почему то мне кажется что было бы несмотря на то что здесь две птички которые атакуют еще и дважды то есть что эти дважды атакуют что эти дважды стреляют в любом случае нам надо первым атаковать ага ну тех ааа их восемьдесят что это у меня шестьдесят то показалось на кого я смотрел ну восемьдесят ладно я понял давай кусаем хотя бы пятнадцать контур удар еще да еще контур удар то есть вы хотите сказать что если бы у меня было типа одиннадцать драконов то вы как бы не стали бана нападать вот если бы вот он первым не пошел то мы бы нормально их так подрезали но они знали что они пойдут первыми эээ так ну собственно они сделали свой ход нам надо двигать дальше ооо хорошо тогда нам дальше есть смысл атаковать тех кто уже пропускает свою атаку ааа контур удар очнись так что он там постарел что он там накладывает старит врага да а старит врага это это означает что да у него здоровье сразу в два раза уменьшается то есть текущее здоровье ооо это хорошо это круто теперь я понял блин какие прекрасные призрачные драконы я на это как то вот клянусь раньше не обращал внимания ну записи все равно нет проверить невозможно я как то думал старит и старит я думал может она защиту но это было давно тем более за некромантов как бы я их ну как бы я их реально любил за них так мне не удалось очень какое-то большое количество поиграться вот а давай короче может быть по тупому всегда можно по другому естественно себя повести вот а что этого надо вообще выносить а еще не выносишь да вот то есть как бы я вот вас брал а зачем вопрос да так атаковать тебя бесполезно ты сразу сожрешь так что у нас это как единичка а ну да ну кто-то снял атаку как я и сказал как единичка вот тобой бы на самом деле лучше было бы вот атаковать напрямки я считаю потому что есть вероятность что нет нет вероятность хотя нет вот теперь есть ну че ты не застываешь то ты не можешь застывать так надеялся на это ну не знаю единичка сможет что-то затащить в этой жизни предположим что-то даже надо было бы сделать сейчас сегодня печально на них не работает значит надо было неудачу ставить изначально то есть в этом ходу у них аааа неудача была так кого-нибудь еще удастся нам состарить нам бы кого-нибудь вот предположим а как он и так старый ну че-то ладно если бы я более логично действовал я думал у нас был бы более лучший результат но у нас удача прям прям прет это хорошо я понял что нам надо было бы побольше кого-либо вот а что это сюда отлично а отлично пошли ну давай ну нет может там какое-то соотношение должно быть то есть как бы каменит там хотя не раньше бывало очень это спасало ну раньше когда-то давно так продолжаем рубить ооо даже скелетики у нас удачливые не хорошо вообще очень хорошо хорошо в плане где у нас состаревшийся как раз у него последний это атаку очень снимает получается то есть наверное даже стэк из двух призрачных драконов был бы так мы дважды атакуем вот поэтому я думаю есть резон а у него контур удар да я все время про этого немножко как бы это может защититься у тебя до сих пор два удара или как или тебе еще надо пожрать то есть зарядиться ну сейчас проверим на ком-нибудь ну давай да на этих ну-ка нет надо еще ножор сделать короче ну победа очевидна просто как бы другая расстановка немножко другие действия сразу же надо им неудачу ставить а не печаль потому что печаль их не берет хотя боевой дух тогда у них будет на высоте а то есть у него так то вообще мы просто сняли у него понял 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 что же я наговариваю я подам исключение у нас тоже все прекрасно бой то сходил до следующего боя у него обеспечено что птичек сожрет а у нас тоже есть такое заклинание но оно нам не нужно то есть здесь в основном надо будет ну-ка а да проклятие точно не действует жажда крови вот в любом случае ну чтобы уже пошустрее все равно это все дело происходило я даже сюда двину вот как оно работает удача на неудачу это прекрасно ам и ам да ну так что-то пошустрее понятное дело что мы как бы мы уже поняли что делать короче драконов драконов слишком много отдал хотя им это только на руку когда они выносят такое количество понятное дело что какая то но в тот раз он не пошел то есть значит возможно надо просто поменьше кого то отдать наверное надо отдать красных драконов на корабль не всех но как бы чтобы хватило подожрал и атаковал а это если впрямки что ли ну лицом к лицу что-то как-то так что ли это работает ого аж дважды ты это что-то ты идор вообще какой-то максимально и дарасина мразь короче еще раз автосейв все равно тут туда и сюда мы можем проходить пять мы возвращаем а тебе отдаем троих драконов я думаю он сейчас не будет нападать вот прям есть такое стойкое предчувствие что вот не будет он этим заниматься прямо сейчас пропускаем смотрим в любом случае кто его знает то что эти все сюда пришли это понятно а не все равно будет ну потренируемся все равно эта битва должна состояться то есть даже на моих условиях ну я же планировал вообще нападать до этого тактика тактика бы затащила вот кстати возвращаясь к первой миссии там давали нам нам ученый давал тактику надо было этим пользоваться так ну в любом случае мы с них снимаем пока что боевой дух полностью ааа так а зачем у них все равно это ну не а у этого кстати на двоечку у кого тут совсем то поникший не у кого или я что-то путаю не я не путаю эту да не путаю а может не путаю просто здесь как-то должно же быть аж на 3 если что понижать печаль то есть так действуем теперь как по другому надеемся на удачу а я не расставил а мы не могли никого расставить у нас слишком много хотя мы могли скинуть и в 2 группы сделать то есть мы могли скинуть 3 драконов и например привидений а этих 2 группы сделать то есть я думаю с двух атак в любом случае бы получилось так что ну так много всего на самом деле интересного я вот даже сейчас посмотрел и как бы сколько вообще здесь у каждого своих прекрасных функций так здоровье отлично хотя наверное может быть стоило из жажды ну тут возможно варианты или 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 вот как-то встать или еще что-то и контур ударов у нас рано нет никаких они в этот раз защитились или они и в тот раз защитились нет в тот раз они сразу контур удар делали наверное наверное нам есть смысл сделать так ну в данной ситуации понятно так вот хорошо было бы если бы они были состарены но они не состарены мощная атака либо образовывать уже как-то стараться крупешники есть резон так эти на атаки не отвечают ну тут типа не важно было на кого было направлять давай ты все-таки совершишь атаку потому что может с тебя получится хотя бы а тебя уже атаковали что ли подожди а да так я же сам первым ходом за этим тоже надо следить ну а мы обязательно за этим уследим обещаю о ну давай что-то не работает вообще ни разу может потому что они духи ну типа как бы как ты будешь что-то ну или это духи это в смысле как название то есть это не духи но они же вполне себе ну выглядят живыми и да на них действует печаль значит они живые ну короче ладно предположим как бы были бы сомнения да ну ладно без этих без неуд... ну как там короче неудачу не будем делать этот еще не состаренный давай попробуем его все-таки состарить хотя бы нормально вот работает наконец-то не работает ну я имел ввиду может быть тоже или он только с атаки а атакой извиняюсь что-то ой сколько всего мне придется еще для себя нового узнать я этому рад абсолютно как я раньше на это не обращал все внимание может у тебя тоже нет у тебя не сработало я надеялся может какая-то удачка сработает ну давай ну че ж такое то а никак не хотела ну будем иметь ввиду на будущее так может ты состаришься теперь я понял да в чем суть надо разбивать скелетов все-таки ну призраков вернее потому что они нам ооочень игру сделают хорошо даже если или я уже клал на них не на них печаль клал то есть это уже у них дальше заклинанием уже там целый набор мало того а ну да они же свой еще контур удар сюда поставили так дракошек давай подъедим они свежие вкусные ну вот так чисто чисто ради атаки ох как хорошо неудача то она не работает прям вообще тащит еще нежить у нас на поле боя ну 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 в этот раз мы даже и не выиграли но хотя тактически я бы сказал что мы немножко лучше двигались ну 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 не суть это что такое атаковать без возврата что значит запретить отраду возвращаться на исходную позицию после атаки а а а а тут первый раз такое вижу то есть типа понятно то есть так то да не пусть как то не суть типа ну значит все таки со стрелками я правильно всегда выбрал тактику изначально тогда угу еще один бой ну тут быстро по стрелкам всегда такая тактика просто или или в зависимости от количества ну ну как бы если много стрелков но мало всех остальных типа там да ну я думаю вы в курсе да что я объясняю если мало стрелков ну я на всякий случай все равно объяснил свою позицию логику а теперь нам надо на другое что-то загружаться блин мы же ходы то все исчерпали а где мы сохранялись да ну единственное что здесь вот да 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 верно 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 тогда меняем немножко тактически смотрим что будет происходить так держу тебе 27 а нам по пятере шестере ну ну и плюс да надо как-то вот с расстановочкой все еще поиграться в дальнейшем понятное дело сила уменьшать силу магии героя противника ну наверное она нам не к чему вот кстати почему не к чему то к чему ну и и тебе 27 то не хватит давай тебе все равно еще троечку драконов будем баланс вот все таки высчитывать что же вам надо ну единичку пусть будет у тебя единичка если что все таки созерцателя да почему еще привидений то не хотел ставить сотни джинов это мы уже так прилично или тут их всегда была сотня просто они охраняют типа школу магии а школу магии это если нам пропускать всех остальных героев здесь через эту школу магии только тогда типа есть смысл выносить а так ни о чем так сохраняться наверное нет смысла все остальные у нас походили естественно смотрим что будет да я уже даже немножко забыл про а да он все равно атакует ну посмотрим как оно в этот раз здесь будет как-то срабатывать не срабатывать драконов наверное красных можно сюда было куда-то поставить ничего себе ты такой а это как вообще не запрещено ли законом то а давай начнем тогда теперь с того что в любом случае печаль там не работала можно начать с неудач но поскольку мы атакующие нам бы наверное лучше было бы хотя не неудача на них очень хорошо действует состарить нам надо вот этих конкретно то есть даже стрелки здесь хотя стрелки здесь не дают чего-либо да они как бы вот даже сколько они там урон то а я хотя можно так посмотреть ну они как бы слабаки в ближнем бою а абсолютные вот далее можно как бы опять же состарить не получилось фокус не удался ну они типа пошли по единичкам здесь мы не долетаем они об этом естественно знали у нас теперь типа нет единичек но это и не суть ладно зато эти теперь здесь стоят ну послабее как бы их можно сожрать и их пойдет в дальнейшем ну это как бы атаковать так чисто по фану наверно каких-то единичек добивать потому что так то он атаковал вернулся и о минус стрелки в принципе возможно Можно. Есть смысл поменять просто немножко стратегию. Ну, сколько я пропал. Что-то так лагает, короче. У этих всегда, короче, хороший боевой дух. Но он им все равно не помог. Далее. Жажда крови. А, он встал на трупов. Понятно. Чтобы мы их сожрать не могли. То есть он в курсе. Он в курсе, что мы таким балуемся. Ну, давай, короче, кто у нас тут? Все еще не старые. Этот атакуют дважды. Так что не удалось его состарить. Давай теперь этого пытаться состарить. Отлично. Один есть. Один вышел на пенсию раньше. А, так и ответка тоже дает. Ну, все. Понял. Я что-то просто читаю. Атака, да? Ну, ответка это как бы защита. Ну, есть же здесь атака, есть защита. Минутка душнения, да? Я думал, что она вот именно на атаку. Хотя, логично то, что на любую атаку. Это же тоже атака. Это и защита, и атака. То есть, ну, ладно, короче. Что-то не в ту степь. Ладно. Предположим, у нас два дракона и выбор. У нас два дракона. Что, еще больше состарился? Ну, то есть, на гораздо дольше, что ли? Нет. Вот. Сожрать пока некого. Так что нам надо как-то действовать. Палатку, может... А палатка, интересно, считается за... Может, хлопок, как моль какая-нибудь. Всеядный. Даже из этого какой-то там синтез произойдет у него. Белка. Назовем это так. Или атаковать уже посерьезки. Типа, тем самым отходить. И, как бы, они как раз состарившиеся. Ох, как жрет-то червь. Жрет вообще нереально. Нормально. Но здесь, да, вот. Ну, че, попытаемся еще раз их... Или кого-то уже другого выбрать на окаменение. Давай. Еее. Не, вот, кстати, вот у меня сейчас такое опытное дежавю. Я так сказал бы. Потому что, вот, я помню, очень часто у меня так совпадало, что... Не компания. Не, не компания. А может компания. Совпадало, что... С подземельем воевал часто... Именно вот, ну, с крепостью. Вот. Вот. И вот я часто помню, что вот именно на вивернов это как-то вот прям срабатывает. Вот. Так что надо, наверное, поберечь силы в плане... Не, здесь очень разнообразно это вот в плане, что куда кому вставить. Здесь очень хорошие можно результаты иметь. Опять же, если кто-то более опытный... Не я проводил этот бой, то я уверен, что здесь были бы вообще очень-очень хорошие результаты. Прямо сто процентов. Вот. Вот. А мы же эти более лучшие результаты можем добиться только своим сейчас вот повторением, опытом и тоже определенными... То есть мы можем добиться этих лучших результатов и сами, естественно. Я имел в виду, что как бы кто-то мог бы это сделать с более первого раза. Чего-то он не состарелся. Подставился, но это вообще ни о чем там, а так... Но это нам, кстати, эта атака была намеком на то, что, как это называется... Имеем в виду. Но мы не пойдем никуда там. Хотя могли бы. Мы можем это сделать червями. То есть трупов теперь много, но нам бы атаковать, конечно же. Типа какой нам смысл сейчас что-то подъедать? Таких у нас нету противников, чтобы дважды кого-то атаковать. Ну, потому что стрелки бы легли. Это я в курсе. У нас осталась, конечно же, прекрасная наша... Может быть, этих тоже не хотите окаменеть? Нет. Ну и все. Баловство с окаменением завершено. Ну, я думаю, семерых на вынос. Так, ты у нас до сих пор не вышел на пенсию. Здесь проверим, кстати, напрямки есть, да? Нет. Ничего мы не проверили таким образом. Вот. А окаменение, я так и не заметил, действует именно в независимости. То есть, как если у дендроидов. Такой аналогии здесь нету. То есть, все те, кто был стар, остались стар, да? Надо посмотреть. Ну, наверное, уже до... А, там на три раунда было. Точно. Понял. Понял. А, у нас тут вивернов целая куча. У нас осталось только жажда крови, а у них... Даже неудача уже закончилась. Ну, хотя бы, да, вот здесь атака пригодилась. Ну, по результатам видно, что вроде где-то было обманчиво выглядело вот это вот. Что мы прям стремимся к чему-то... А, надо было не защититься, а закаменить кожу. Так, а ну-ка опечальность быстро. Поглотить труп. О, ну наконец-то, печаль сработала. Где бы это записать-то, а? Ну, можно ослабить кого-нибудь. Хотя, зачем нам ослаблять, когда нам надо бы усилиться? Ну вот, дважды сработало. Тут же столько вот, как бы, вот механик. О, до свидания. Так, двойную атаку. Тем более, у нас боевой дух здесь, как бы, не забываем про него. На высоте. Ну, постой, ладно. Контур дарбы, а. Было бы так круто. Пора, хотя бы чтобы... Хотя, он бы не стал нападать, я думаю, таким количеством на... ...трех драконов. Отстань, а. Эээ, что бы сделать? Давай покушаем. 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 Пострельнем. Ну так, чтобы, если что... А. А, ну все, короче, ест. Типа, можно побегать. Сколько у тебя там маны? 14. Ну да, долго ты не побегаешь. Тебя догонят. В любом случае, 7. То есть, даже... Даже это не поможет, естественно. Он же на атаку отъедается. То есть, здоровье он с этого не получает. Как бы. Ну да, он не стал атаковать, понятно. Ну, в общем, у нас немножко такое затянутое будет. Да, он, на самом деле, бойт, потому что бойду надо не только передать, но и расставиться как-то более тактично, логично. Чего же он нападает? Чего же он не боится? Тогда-то он боялся. А чего он боялся? Вот вопрос. Так, ладно, подожди. Я же книжку так не посмотрел. Чего ты имеешь-то? Вдруг ты там... Нах, ни хрена ты не имеешь. Бешенство. Тебе бы вот... Если бы какую-то даже стрелу... Хотя бы. То можно было вообще одного драхона даже отдавать. Может там и хватит? Нет, там же сотня. Там что-то много их. Я даже думаю, что там... И не поможет вот эта наша тактика нынешнего дня, которую мы сейчас разрабатываем. Но я думаю, нам в любом случае надо расстановочку поменять. То есть надо вот это вот поменять. Прям наверняка. Даже при таком раскладе, в принципе, если мы... Нет. Ну тут или-или тоже. Если даже больше сделать призрачных драконов. Например. Да? То они, конечно, состарят. Ну а так это будет... Хотя... Ну... Ну, ну, ну... Сложно сказать. Вот как-то может быть даже здесь... Кого-то еще раз ставить. Как-то здесь же есть у нас вот... Королева Медузы. Которую если на двоих поставить, то, возможно, варианты, что... То есть эти-то бесполезно. Даже вот так вот, наверное, было бы как-то более... Подинамичнее, что ли. Вероятность больше, на мой взгляд. Эти просто стоят. Их просто как выносят. Хотя этих тоже просто вынесут. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Ладно, я передумал. Как-то хотя-хотя. Вот и так, и так. Ну так мы уже видели. А так мы вроде не видели. А так вроде как... Да не, этих как единичек вынесут, да. Подманить их типа скелетами. Ну в смысле, чтобы атака была вместо, например, если мы поставим Королев Медуз в два ряда. То просто поменять местами, чтобы... Хотя один стэк держит как за двоих. Ну очень как-то неоднозначно все здесь. Над этим надо реально думать. Ну хотя бы неудача у них прям снижается. Про вот это я тоже подзабыл. Ну типа окей, давай тогда сохранимся куда-то в другое место. Типа на бойда второго. Чтобы вот как-то манипуляции этих не делать. Да, за бойда мы давно не сохранялись. Время полетело, конечно, вообще. Холодно. Ох, что-то реально сегодня холодно. Весь уже укутанный. Ну ладно, думаю разогреемся. Ну ладно, я как всегда просто хочу, как говорится, с двумя зайцами. Поэтому... Давай смотреть, что вообще будет происходить. Как бы, по факту уже. Если он сейчас нападет, то я-то не знаю, на что он надеется. Значит, мы неправильно как-то. Нет, он не стал нападать. Но ответ очевиден мы в любом случае. Но, наверное, там какая-то доля соотношения... Вот это соотношение того... Будем называть это умным словом коэффициент. Того... Ну, насколько вероятно... Победа. Победа здесь абсолютно вероятна. В то же время, я говорю, мы корабль спасали. Нигде нельзя припарковаться. То есть, все сделано прямо. И, я уверен, мы много раз проверим. Хотя опытные на глаз, конечно, делают. Но... Делать на глаз и не проверять, это такое себе вообще... Развлечение. У нас есть корабль. То есть, мы... Рассмонд у нас... Как бы... Держатель корабля, я вот так это назвал. Чтобы его не вынесли, этот корабль. Ну и разведчик. Где смог. Где смог, там помог. У нас Генриета теперь освободилась от дел. Но это нам ничего не дает. То есть, нам в любом случае надо сейчас самому атаковать. То есть, мы можем прикрыть проход. Проход. А, мы можем... А, мы не можем. Мы завтра можем, да. Мы можем... Подпереть проход. Я так это назову. Вот. То есть, Генриета у нас вернется. То есть, она сделает... Мы Бойдом прикроем. Сейчас какая-то стратегия невероятная. Я сейчас озвучу ее, естественно. Мы припре... Ну, мы не можем припереть. А, потому что же из замка же можно выйти? Или я что-то уже давно тоже не играл и не помню. То есть, мы можем припереть как бы, чтобы вот он не мог выйти или не можем? Что, серьезно? Вам древесина настолько не нужна? Ну, давай проверим, короче. Что? Я просто не помню. Ну, как-то, типа, вроде это... Наверное, да, можно. Потому что... А, да, я же сам на картах-то это рисовал. Специально, чтобы, если что, все, чтобы было зажато. Чтобы всякая там растительность была такая, что ты никуда не это... Ну, мы будем устрашающе стоять возле входа. Типа, о-о-о, бойся меня. Да, ты никуда не выйдешь. А, да. Нам это не сильно сейчас важно. Важнее посмотреть. А, так мы пропустили, да. Мы немножко пропустили. Очков. Так называемых. Ой, какой... А, ну да, автосейф, все верно. Ну, что будет, что автосейф, в принципе. Делают они ровно то же самое, просто мы вот сюда пойдем. Поближе будет. А то я туда подошел, сюда подошел. Можно даже к 100, например. Почему бы нет? Что тормозит, не знаю почему. Ага. Повышать нам никого, улучшать сейчас не надо. У нас все улучшенные. Ну, кроме драконов. Но их нельзя. Я бы так бы чего, с радостью, естественно. Посетили и... А можно ли? Ну, как это? Я... Как бы... Можно, конечно, прожать. Типа здесь alt хотя бы работает. Ну, типа... 377. Ну, это считать надо опять, да? 1400. Ой, я не знаю. Что-то... Поумничал, а вот сам еще не знаю, как это работает. А, ну понял, ладно. Не, ну я сейчас понял. Там-то я не понял, что вот я показал, как бы... И... И не понял, чего произошло в результате. Так, какой-то объезд вот что-то там тоже произошел. Ничего построить мы не можем. У нас... Катастрофически не хватает ртути. А здесь все завязано на ртути. Прям вот... Прям нет у них. Мы можем пройти Стража. Посмотреть. Хотя, зачем он нам нужен? Мы и так знаем, что там надо эльфов победить. Стой, жди. Сейтос. Ой, Сейтос. Раз, вот. Плыви. То есть... Разведочка. Дадим разведке. Вот. Значит. Далее в программе. Повторение. Эээ... Бертрам. Ну, это все... Это все понятно. Это все понятно. Здесь вы ждете. Пропускаем. Смотрим, что дальше. Что дальше. Можешь взять золото. Как бы, я не знаю. Тебе это золото солить. Можешь солить сколько угодно. А оно тебе не поможет. Вообще никак. Даже у нас уже восемьдесят семь тысяч. Ну, понятное дело, что мы потратим. Еще что-либо в этом, так сказать, роде. Мы даже успеем, да? Плиты откопало. Успеем, не успеем? Ну, их прямо с подноса забрать. Или через вот это. А ладно, кто не рискует. Хотя, подожди. Ха-ха-ха. У нас же есть. У нас же есть даже тот отдельным сохранением. Бойд. Наконец-то мы узнаем, что ж там. Эээ... Говорите, с ним покончено? Наконец-то. Луч, который поднял меня из мертвых, обучил меня заклятью поднятия нежити. Уверен, вам оно пригодится больше, чем мне. Ну, это прямо заклинание для Бойда. Да, Бойд. Всегда приятно встретиться с брата. А теперь выслушайте, что я вам расскажу. Угу. Еэ, Бойд. Так, что мы берем. А, пху, это же наш собрат, это же продолжение. То есть здесь дальше у нас. Я собираюсь покинуть эти земли, но мне неохота возвращаться с пустыми руками. Когда на нас напали головорезы Сейтоса, мы везли с собой несколько темных артефактов. Клинок мертвого рыцаря, щит тоскующего мертвеца, шлем черепа, песочные часы недоброго часа. Наши купцы собирались их выгодно перепродать какому-то некроманту. Я слышал, что пираты, разграбив наши повозки, сошли их бесполезными и просто выбросили. Эти артефакты, скорее всего, до сих пор где-то здесь, но, к сожалению, мне так и не удалось их разыскать. Возможно, вам повезет больше. Да невозможно, а у нас уже есть раз, но все разбросано. То есть у нас раз... Подожди еще. Клинок. Да, ну, теперь вот методом исключения. Клинок, шлем и песочные часы. Об этом мы всем знаем. Шлем, клинок, а вот песочные часы... Да я вроде их и не видел. Рановато еще, понятно. Можно шелуху пока отболбануть. Потому что если его разбить, то нам открывают там проход. То есть типа побегать за ним. Как раз неделя. Так, катакомбы. Давай просто заберем. Генриетта, Генриетта. Нормально вроде пока стоит. Или ее куда-то просто подвигать, пошевелить, отвлечь, так сказать. Или пусть стоит здесь. Чего уже мается этим. Хорошо, все на исходной. А, ну тут можем посмотреть. Никого там не разбил. А, так это телепорт. Это же не водоворот. Да, именно вот верхана надо, короче, разбить. И тогда добро пожаловать. Ну сюда добро пожаловать только ради сундука. Парковаться, как я вижу, вроде здесь нельзя. А там, наверное, парковаться можно только рядом с чудищами. Ну, в любом случае, будет полезно дать разведку. Хотя, подожди, это же пираты. То есть мы тем самым, с одной стороны, и откроем этот проход. Для того, чтобы сюда могли заплыть. Конечно. Пусть он пока будет просто владельцем корабля. То есть, ну вот, как бы, корабль. Живи на море. Так сказать. Не знаю пока как с проходом. Просто, я говорю по логике, это же пираты. Значит, у пиратов есть корабли. А если у пиратов есть корабли, какой пират без кораблей? Или хотя бы одного. Один пират равно один корабль. Ну все, стоим, ждем. Больше ничего не можем пока совершить. Угу. 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 О. Уже лучше. Уже легче, так сказать. Вопрос, что тебе мешало до этого вот этим заняться? Что ты так активно-то? Мне даже кажется, что с одной стороны... Не, это, кстати, полезный бонус. Но... Ну, не-не-не. Все пока нормально. То есть, лучше могло бы быть, но... Первый ход в любом случае за нами. Это тоже очень хорошо. Так что неудача нас пока не подводила. А, ребят! Ребят! Что-то я как-то не... Я... Я понял о том, что... Ну, я как бы понял, что это все. Это как бы имба уже, да? Ну, следующее, да? Следующее имба. Которую мы приобрели. Из тех, которые у нас уже есть. А, вот. Ну, что я хотел сказать? А что я хотел сказать? Ну, это прям меняет ход вообще. Я для этого в колодец-то... Нет. Подожди, нет. Не для этого. Ну, я как чувствовал, ладно. Предположим. Для этого я никак не мог, потому что я не знал. Как бы я это... Но, походу... Нам надо неудачу, во-первых. Ну, это меняет вообще ход событий. Абсолютно. Вот. И благо у нас есть... Восстанавливать 460. Вот. 460. 460. Это у нас два с половиной дракона. Ну-ка, все опечалились, во-первых. Во-вторых. По слабакам. Ничего не произошло. Может, еще раз? Не. Эээ... Тут вот главное вот попасть. Вот. Оно может с одного раза сработать, а может и сработать никогда. Ладно, не будем жадничать. Не получилось. Все равно не получилось. Но тебя мы поднимем, предположим. Контур удара они не наносили. То есть мы можем спокойно... Эээ... Долбать их. Даже... То есть мы, по идее, сейчас поднимаем вообще всех драконов. Но неудача, кстати, что-то у нас не сработало. Предположим. Как я понимаю, все равно... А, я понял. 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 Немножко не так сделал. Ладно. Ждешь. Ты можешь просто атаковать для уменьшения, так сказать, количества. Никто ничего не застыл, не это... Зачем я это сделал, если я знал, что он не застынет. Ладно. Я проверил еще. Ну, последний раз. Будем считать это так. Я думаю, пока что у них нету... Контур удара мы жахнем на сильнейшем, да. И мы можем еще раз жахнуть даже сюда. Но тут не сработало состаривание. Поэтому я думаю, мы будем пока что долбить здесь. Новый ход. Я думаю, пора поднимать, ребят. То есть атака увеличится хотя бы у одного отряда. Это будет... Примерно как... Как это сказать? Как жажда крови. Вот. Нам надо состарить кого-нибудь обязательно. Попробуем, ладно. Наконец-то. И здесь. Нет. Не получилось. И вот те контуру, да. Ну, возможно, варианты, как говорится. Что? Тут уж... Как бы нам надо... Старичка добивать. Потому что здесь удача. Ну, в общем... Нет. Трупов мы не будем сейчас, естественно, призрачных пожрать. Потому что они на поле боя, как бы и... Тут тоже главное не перепутать. Мы их будем все-таки поднимать. Очевидно, что нам надо делать вот так сначала. Да и не только сначала. Ну и в продолжение. Наверное. Ну да. Если бы они были состаренные, то мы бы уже поимели бы кучечку для дополнительных атак. Ага. Они... Кто кого, короче. Кто кого. Я просто пройду. Я просто пройду. Потому что я понимаю, что они могут ливернов хотя бы, но... За... Так, надо на него побольше в любом случае. Так, кого бы состарить? Ну, давай ты на пенсию пойдешь. Молодец. Ход не за нами, потому что мы не с первого хода это делали. Они уж понимают, куда я двигаюсь. А... Дальше я куда двигаюсь? У нас как-то все тут смешано. Старика выбивать уже нет смысла какого-то. Виверны еще не заморожены. Не знаю, какими они ходят по очереди. Можно было бы посидеть, подумать над этим, но... Не сейчас. Здесь мы атакуем. Старичков слишком дорого атаковать. Вот. Старички падают. Так. А, ну вот я говорю, они чувствуют. А, ну нет, они не чувствуют. Если бы они чувствовали, они бы, наверное, все-таки... Пошли бы до конца. Нет, не получилось в этот раз. Ладно. Скелеты еще-то тоже не интересуют. Вот. Поднимать мы можем очень-очень-очень хорошо. Главное помнить, где была какая кучка. Потому что там-то было... Хотя нет, не сильно важно. Не важно, но... Так, еще один на пенсию отправляется. Нет, не отправляется. Но... Мы попробуем помочь отправиться на пенсию. Этот не хочет стареть вообще никак. Молодится как... А, значит, можно поднимать все-таки двоих из-под единички. Я-то думал, если стоит хотя бы на голове, то все. А так мы прям при нем. Сожрем их. Ну, две атаки лучше, чем одна. Тем более эти падают. Нет, не падают прямо. Ну, падают. Если вы сказали, что падают, значит падают. Так, ладно, минус. Хотя можно было 16-ти их попробовать вольнуть. Мы сейчас... Это пробный бой. Мы по-любому его переигрываем. По причине того, что... Мне не нравятся результаты. По-другому немножко надо было действовать, естественно. Этот так не окаменел. Этот так не хочет стариться вообще никак. Ну, иногда конкур-удар, это я помню. Ну, уже как бы это... В процессе завершения, я бы так это назвал. Дважды можем атаковать. Недолет. Их совсем мало, да. Поэтому они... Смотрим, сколько. Ну, нормально. Плюс я определяю с количеством... Может, ты уже постареешь, а? Не хочет. Ну, давай старей. Что-то старость в этот раз не работает. Покинула. Не, ныряют они, конечно, под землю. Шикарно. А, он убежать тоже не может. Вот в чем еще прикол-то. Так. Я промахнулся. Не хотел я этого делать. Ну так, изматывающе, конечно, по-своему. Не для тупых. Хватит лечиться. Все. Как бы это... А, ну да, я печаль сделал, и все. Угу. До свидания. О, у тебя даже такое есть заклинание. Оказывается. У нас тоже такое есть. Мы даже знаем, откуда он его взял. Но нам бы побыстрее уже как-то завершаться. И, наверное, этот как-то бой, может быть, перенесется на... После того, как я поужинаю. А, вернее, для меня это позавтракаю. Вот. И мы, может быть, уже как-то более будем соображать... Тактически. И, надеюсь, какие-то будут уже лучше... Исполняться... Возможности имеется в виду... Так, тот у нас здесь. То есть, мы можем поменять наше... Некоторое телодвижение. Я даже это сохраню не на Тодда, а на... На Бойда, который, да, вот здесь, на самого первого. Главное это вспомнить еще, да? Так, это мы читали, но мы, в любом случае, получаем... Поднять мертвецо. Да. То есть, мы можем даже не использовать определенные заклинания. А, вот. Отпустил, кстати, это... Что оно здесь есть. Тодд, Тодд, Тодд. Мы Тоддом-то так и не пошли или пошли? Ну ладно, пошли. Мы пошли, да. Генриетта, там где есть... Ты туда-сюда, да? Или уже так делали? Ну ладно, не суть. Вот. На якорь пока что. На месте, на месте. Ну все, все остальные ясно. Смотрим, что теперь делает. Ну либо последний еще бой сейчас проведем. Перед... Подходом. Не, он не захотел, но удача, конечно. Попробуй. Такого... Удачливого... А, и плюс да, он же понимает, что замок тогда он теряет. Ну немножко мы, я не знаю, тянем, не тянем. Но мы не тянем, потому что, во-первых, мы не знаем, что будет после... Как говорится, после... Что... Возможно ли жизнь после... Аннабель. Вот как ее зовут. Аннабелла. После нее возможно ли что-то? Или все? Или как бы в любом случае, до свидания, все, спасибо за просмотр. Вот такой момент именно важен сейчас получается. Вот что-то я сомневаюсь, конечно. Ну давай. Тот у нас веселый парень, лихой, хотя нет, понятно. Но это все заканчивается так же быстро. Давай еще раз автосейв. Короче. Посмотрим. Что они будут? Может поменяют как-то? Может он что-то, кстати, там забрал вот только что? Может у него все-таки есть уже вот эта ртуть, кристаллы и все остальное, а мы пропустили этот момент и ему дали что-то вообще невероятное? Ну, нет. Ну, может там какой-то артефакт, конечно. А может там не пойми что. Но здесь не пойми что не дают. Вот в чем еще прикол как-то. Наверное, где-то разрабы может и поприкалывались. Я уверен, с чувством юмора вообще все прекрасно. Ну, вот как здесь, например. Но все равно мне кажется, что это вот дальше будет что-то. Ну, мы обязательно это проверим. Я думаю, мы не будем никуда уж торопиться по сравнению со второй миссией, которая была. Ну, реально, сейчас я понимаю еще больше, что еще больше я торопился, чем оно могло бы быть. То есть можно было еще немножко притормозить. И это нам помогло бы и в этой миссии немножко ускориться, кстати. Вот, ладно. Постепенно. На одного дракона больше. Это тоже хорошо. Теперь нам надо выстроить цепочку последовательности действий того, в плане, чтобы нам было безопаснее передвигаться. Как-то либо самому уже вламываться с двух ног. Тут уже посещено. Типа можем вломиться, а можем потянуть время. И еще на одного дракона как-то побольше будет. Что, не лишнее, я думаю. А даже может быть не на одного дракона. Но может быть даже и на... То есть нас с одной стороны... Как это? Мы можем побегать той же самой, ну, кенриетой. Мы можем побегать. Можем. То есть при правильном расчете. И заодно вынести вот этого. То есть мы даже больше приобретаем, если мы пойдем сюда. Ну, это мне сейчас кажется так. Посмотрим, посмотрим, что будет. Ресурсы не суть. У нас все равно их там и менять вроде не на что и... Ладно, попробуем, начиная отсюда, что же будет происходить. Хотя бы поймем, что делать дальше возможно. То есть немножко на будущее. Мы можем его оттянуть даже. Мы могли бы его и вчера оттянуть. Но... Можем его оттянуть. Попробовать, во всяком случае, оттянуть. Не, надо его оттягивать со своей земли. На своей земле у нас будет бонус к передвижению. Так, ты спишь. Кто-то... Кто у нас там ближе? Может, кстати, походить пока. Пособирать что-нибудь. Не лишнее. То есть мы сейчас делаем так, как мы вот... То есть... Загрузка, скорее всего, будет. Но не факт. Посмотрим, посмотрим по обстоятельствам. Так, у этого гнома не было с собой. А, ну он здесь напрямки вроде как встает на нас, да? Или нет? Проверяем. Проверим. Дальше. Тот, тот, тот... Нет, тот еще пока не может. Там еще не освободили. Так, бархан. Что тебе можно сказать хорошего? Ничего хорошего тебе нельзя сказать. Вот. А, бархан как раз и скинул оковы. То есть он может убежать. Оковы войны-то он скинул. Да, я думаю, мы не будем его пробовать поджимать. Пусть будет у нас артутия на чуть-чуть побольше. Далее. Генриета. Это все равно стоит. Ну, раз стоишь, я тоже буду стоять. Логично, да? Стоишь, так стой. Мне нужно, чтобы он выполз оттуда. Вот просто какие-нибудь, чтобы он шаги предпринимал. Поэтому пока Генриета стоит. Потому что она, наверное, из-под носа не сможет утаскивать. Хотя может и может. Нам главное на своей земле находиться. Если вам какой-то бонус передвижения он удаст. Это же наши пустоши. Трава. Ну, это трава пустоши. Нам на пустоши надо встать. Ждешь. Все. Остальные все, как бы, в режиме ожидания. Я думал, где так... Этот пошел, да, вот там, копать. Во, он вылез. Типа за ресурсами. Тут он все собрал. Можем ли мы открыть и разбить, кстати, гарнизон? А, ну зачем нам орда этих товарищей? Она нам, типа, нужна и не нужна одновременно. То есть, ну... Они хороши. И, кстати, мы не знаем, сколько их там. Блин. Ну, надо брать или как? Я думаю, надо брать. Вот что-то мне подсказывает, что надо брать для... Количество. Исключительно. Надо сначала этого вынести, а потом брать. У нас аков нет, но мы, типа, первые атакуем. Только мы можем еще и с потерями отсюда уйти, потому что он убежит ведь. Ладно, попробуем на драконах затащить. И чтобы их можно было поднять. Так что, да, сохранение есть. Давай, посмотрите. Мы их даже сразу кинем в бой. Так, у тебя что там? Ты у нас такой довольный и счастливый. Наверное, у тебя есть смысл опечалить. Есть смысл встать и состарить. Либо... Игрушечку твою сломать. Вот, теперь... У кого там атак-то побольше? Ну, ненамного. Но они плюс-минус рядышком. Так, ребят, вы ждете? Ждете? Так, поближе. А, и он убежал. Но он потерял очень много. Он потерял очень много. Больше, чем 15 скелетов он потерял. Пригодится. Руки легиона. Ух. Хорош. Ну, как-то вот есть уже... Некоторые... Вот, опять же, насколько здесь все продумано. Ну, прям вот... Прям супер. Я тащусь. Пусть он себе забирает руду, там вот это все. Мы где-то здесь постоим, типа на своей земле. И мы даем ему, как это называется, ложную угрозу. Я бы так это назвал. Ну, я не уверен, что ему прямо-то так замок нужен. Тем более, да, он там, конечно, поставил охранку, но она... Ну, она пробиена. Абсолютно. То есть, значит, он рискует. Значит, он как бы вот... Хотя смотря, сколько он там поставил. Ну, нет, все равно она пробиена. Там не может быть за две недели, даже если... За одну, по-моему, неделю мы же... Так, все у нас, да? Угу. Хорошо, ну да, он боится. Она встала на могилу, следовательно, следующий ход она просто тратит. В никуда. Бертрама, наверное, мы не успеем. Прямо у него под носом просочить. Этот стоит тупит. До поры до времени, естественно. Значит, нам надо либо отводить немножко, хотя здесь мы рискуем. Да мы везде рискуем. Где мы здесь не рискуем? Бертрама, может быть, докинуть до... До рынка? То есть, нет. Я думаю, мы вот как-то... Типа здесь ближе, хочешь сказать? Нет, подожди. Тут-то мы подставляемся на один ход. Пусть так стоит. Вот. Ну, мне кажется, он не будет обращать на Бертрама внимание, но это ее как бы проблемы, потому что мы все равно на позиции. Да, здесь я все забрал. То есть, тот может возвращаться к своим делам повседневным. Тем самым создавая здесь вот иллюзию каких-то передвижений. Вот здесь вот интересно. Вот как бы вот, наверное, надо сохраниться как-то вот по-другому. 2-4-4. То есть... Мы пройдем. Гарнизон надо, кстати, смотреть, как по гарнизону будут обстоять дела. Что мы с этого вообще приятного или не очень получим. Склад кристаллов ясно, что он залутал. Так, Генриетто, Генриетто, Генриетто. Так, он типа так ближе стоит, да? А мы его прям чуть-чуть потроллим. Чуть-чуть. До сюда же он не доходит. Ну, по идее. Вот. Либо оттянуть его еще ниже. Туда-сюда бегать. Подумаем. Все, остальные все у нас отдыхают. Всегда армию мы успеем. Вот сейчас бы, если бы мы за... Как его называют-то? А как там это? За оплот? Да, вот оплот я вспомнил. Давно уже про оплот ничего не слышал. За него никак не проходил. Если бы за оплот сейчас было бы что-то, то мы бы подсокровищницы, если бы нам дали возможность построить. Ух, мы проценты бы вообще хотя бы имели за то, сколько у нас есть средств. А тут банк. Ага. Подходит стражник, говорит, добро пожаловать. Я знал о вашем. Да, желаем. Гарнизон, гарнизон. Ну, мы ради гарнизона сюда и пришли. Смотрим, что он. Сейчас он не кажется таким непробиенным, потому что у нас уже опыт. Плюс мы ходим первые, плюс мы сражаемся с... Ну, максимально сейчас в положении слабом. Они даже не на своей земле, во-первых. То есть, у них плюс им накладывает. А как это вообще можно посмотреть? Ну, как насчет всей статистики? Как ее полностью посмотреть? А, тут еще у нас подсказки, типа, сколько убьет. Но мне это не очень нравится. Как бы я... Ну, как-то думать самому, что ли. Ну, как-то совсем здесь какие-то подсказки. Ну, это такой калькулятор. Хотя он тоже не точный, типа, 9-20. Короче, ладно. И мне надо было... Мне надо было понимать, сколько вот, ну... Сколько дают эти, как их зовут. Насколько они неудачны, насколько они безморальны. Вот что мне надо было. Ну, хотя и так видно. А, я имел в виду, что дает... Вот, например. Да, это я понял. Не-не-не, не то. А у нас здесь никого нет на своей земле. Не, есть. Есть один на своей земле. Вот. Нам дает, к морали, застывший глаз, герб доблести. Но мораль у нас в минусе, потому что... И нежень в группе. А, бонус за землю что-то... А, ну какой бонус за землю морали? Бонус скорости же дается. На один, потому что своя земля. Вот. Здесь, короче, ясно. А у нежити, ну естественно, у нежити не зависит от духа. Никак. Следовательно, нам надо их, ну, как-то опечалить. Асиды могут очень близко подлететь, потому что вот они у нас сейчас самые основные будут. Хотя тесно скелетов сразу опрокинуться, но здесь мы перекрываем им кислород своим присутствием. Я имею ввиду стрелков. Здесь, ну, в любом случае, нам надо запрокинуть. Надо было вот здесь как-то вставать, тогда вот эти не смогли бы выстрелить. Ну, посмотрим, куда они будут стрелять. Это так просто поближе подставим. Посмотрим, если он будет в скелетов стрелять, то мы переэто... Да, он в скелетов стреляет и 8 выбивает. Мы слегка, поскольку мы долго размышляли, у нас сохранение прямо под рукой, мы пройдем. И сделаем вещи. Ну, по сути, то же самое мы сделаем. Мы их опечалим. А! Извиняюсь, я же не переставил. Вот. Теперь... Предположим, просто... Возможно, варианты, короче. Ну, печально, они что-то не срабатывают. Давай тогда мы их... Будем держать за неудачников. Да, неудачи тоже не срабатывают. Так, здоровье они даже еще не повредили нам. То есть 5-6, да. Ну, поближе на всякий. Так, чисто подстраховка. Одного выбили. Упал. Так, он бьет сильно. Поэтому мы заранее... Так, это не то. Алло. Ладно, хорошо. Предположим. Восстановим. Всех причем, да. Так, будем ли мы их шатать за этот ход? Вот. Ой, отъехал. Ну, в смысле. Посмотрим, посмотрим. Нет, пока ничего не получается. Покушаем. Приятного аппетита. Ой, что я пропустил-то? Это же стрелки. Ну ладно. Я именно пропустил. Нет. А, я пропустил-то... А кого я пропустил? Так, у нас же все целы, да? То есть, этих было пять. Этих шесть. Логично. Подожди. У тебя сколько там здоровья? Пятьдесят три. Ну... Возможно, варианты, да? Да. Ну, остановим. Подождешь. Двойная атака. Ань, даже не пригодилась. Ну и неудача. Да, все. Нормально. Без потерь. Вот это вот, я понимаю, уровень. А что, у нас будет все? Нет. Что-то настолько далеко надо тебе, чтобы вкачаться? Ну, прекрасно. Окей. Ну, они же к нам, ну, должны присоединиться. Или я что? Да я даже сохраняться не буду, потому что мы в курсе. Да. Пятьдесят две штучки. Согласен. Обыскивая развалином, вы с радостным изумлением обнаруживаете части статуи легиона. Да. С радостью. Здесь мы нигде не можем пройти. Гарнизон у нас теперь есть. А здесь, ну, чисто для того, чтобы нам сказали, что вы ничего не можете здесь взять. Вот, теперь же мы здесь себя чувствуем по-своему. Опять же говорю, после Аннабель все будет видно. Сейчас ничего не понятно. Вот, реально. Вот, что, как двигать дальше, я могу, конечно, открыть. Но там тоже закрыто, мы это видели. Там закрыто. Там нас не пропускают, никто никуда не выходит, никто не может выйти. Вот. Толпу мы завалить не можем. Стрелков-то у нас вообще никого нет. Поэтому, типа, сюда, наверное, придется... Не то, что придется, а, как бы, здесь такой инь-янь получается. Но при этом, как бы, здесь четыре стихии даже, я бы так это назвал, получается. Что... Это, вот, из этого замка надо сюда. Если нужен. Одними личами... Ну, тут явно... А, о чем я говорю, какие личи здесь даже их построить нельзя. Ну, короче, да. То есть, все это вот набертом, заточено. Ради того, чтобы двадцать шесть... Ну, я думаю, все понимают, что это не так оно работает. Но это здорово, это интересно. Это увеличивает, конечно, с одной стороны, проходимость... Время, то есть, увеличивает. Вот. И, получается, мы их поджали. Все. То есть, сейчас они поджаты, а здесь пустота. И сюда, кстати бы, вот, вот, если бы здесь где-то можно было на лодке припарковаться, бы. Можно было бы взять вот еще, что нам необходимо. Но мы, в принципе, осознавая и понимая, что мы тут выигрываем сейчас, на данный момент, в любом случае. Даже несмотря, что здесь Генриетта. Генриетта здесь, как бы, вот, является таким фактором, как мы и хотели бегать. Бойт может двигаться у нас дальше, вниз, и все вот это вот забирать, защищать, зачищать и подобное. Вот. Поэтому мы просто двигаемся вниз, поскольку мы уже знаем, что здесь, я говорю, сейчас все на Аннабель. Вот завязано все на Аннабель максимально. Максимально на ней все сейчас. Я даже проверю, может он подойти или нет. Остальные все сидят. Да, героев много, движения нету, но, я говорю, все на Аннабель. Вот как от нее зависит все. Никто никуда не двигается. Все, вот, как бы. Бертрама нам надо. А, но это не двигается, потому что это копало. Бертрама нам надо попробовать вот именно вот как-то отсюда утащить. Я думаю, даже вот мы сейчас это сделаем. Нет, мы сделаем это завтра. В ускоренном порядке. Тот-то пускай здесь усуется, потому что Аннабель сюда не подгоняет. Тот еще, возможно, нам что-то здесь, кассу какую-то сделает. Да, кстати, он может сделать кассу на складе руды. Мы же здесь пока что качаемся. То есть мы двигаемся, качаемся. Страж прохода нам ради чего? Ради, как бы. Ну, давай, ладно. Че? Че там предлагают? Крепость в бой захватил одного из разбойников в плен, и тот рассказал. В Верхану один из капитанов флота Даргема собирается отправиться на север, чтобы решить проблему с нежитью. Мы не можем. Ну, мы все. Ну, мы... Как бы, ну, тут открыто. Я не знаю пока, но ради чего открывать. Он же за это бонусы никакой не дают. Это если бы мы раньше с ним расправились, то да. Ну, пока что ладно. Пусть поближе подойдет. Или пусть стоит где стоит. Пусть стоит где стоит, короче. Все, на якорь. Все. Ну, то есть мы только бойдом сейчас передвигаемся. Да. Вот, наконец-то Бертра может убежать. Потому что она сюда не может никак пройти. Это я так обозначил случайно. То есть мы можем сейчас какую-то часть ресурсов равномерно разгладить. Чтобы нам как бы посмотреть, в результате еще дается за 50 вот... А, да. До сих пор вот это все нормально. 50 ртуть, 50 серо, 50 кристаллов. Но у нас, единственное, отсюда нету ртути. То есть Бертрам или Тодд. Ой, Тодд. Тодд-то здесь. Тодд может, в принципе, здесь потусоваться. Пока что. Потому что он все в любом случае может убежать. Вот. В то же время мы можем дать разведку. Товарищам Тоддам. Ой, товарищам Бертрамам. Сюда вниз. Просто посмотреть, что здесь осталось. Да. Вот это он забрал. Тут он все забрал. Тут как бы он не может пройти. Но мы знаем. Теперь то, что если что. Гарнизон. Чтобы мы хотя бы видели на пару ходов. О чем? На рынке. Поскольку у нас сейчас это единственный ближайший вариант выгодного курса. Хотя мне кажется, что мы можем и попретерпеть. Но мы можем, ладно, подумать. Потому что 50 у нас сейчас никак не получится ртути. Даже при курсе с кристаллами и всем остальным. Хотя нет. Надо смотреть. Ну, короче. Я пока что эту идею чуть-чуть приторможу. Ладно. Верфь нам, типа, пока что не нужна. Плюс как бы удачи тебе со снайперами. Видение. Вот. Мы можем. Забрать. Плюс один. И поставить его вместо вот кулончика. И плюс нам это же все мы уже, ну, знаем куда относить. Вот. Сюда. Про отвагу это вот. Знак отваги. Ох, сколько всего. На самом деле, что еще хотел сказать по поводу героев, в принципе. Обязательно повторю это позже. Что память оживляет, в смысле, ну, оживляет вот воспоминания о том, что, как делать, почему. Во-вторых, укрепляет ее. То есть, максимально все задействовано. То есть, улучшает, укрепляет. Ну, просто прекрасно, в общем, сделано. Все вот, прям, не только память, конечно, и интеллект. В любом случае, да. То есть, как бы, это не просто, как и вот есть, типа, игрушки, да, в которых там, ну, просто по факту потом понимаешь, что потратил время как-то так. А здесь ты именно развиваешься. Вот именно, да, это развивающе. Раньше, вот я даже что-то сейчас вспомнил. Продавались же вот, когда вот, ну, на самые первые, там, компы, там, первые вот эти вот диски, когда там появились уже в продаже. Там, прям, это и была такая категория развивающей игры. Вот. То есть, для всех возрастов, естественно. Не то, что, там, для детей, да. А именно, вот, а вот герои, это вот, прям, вот, ну, наверное, от скольки там? От трех, да? Ну, или кто там? Ну, от трех, скорее всего. Как на дисках пишут, да. От нуля до девяносто девяти, там, или еще что-то. А тут, от трех до двухсот, я бы так сказал. Такая вещь. Поэтому это была минутка еще. Моего восторга. Так, пока ничего не пропускаем. Это двигается, ну, двигается и двигается. Здесь мы что имеем? Страж прохода. Здесь все как и было. Ага. Ну, сюда чисто ради прикола можешь зайти просто. Что там? Много лет назад этот город был домом для драконов. Ну, их. И смертных сокровищ. А их. Но сегодня только ветер свистит среди развалин. Понятно, кто эти все развалины тут образовал. По-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Жалье отставного солдата. Солдат говорит вам, что хочет передать знак отваги первому настоящему лидеру, который его посетит. Вас понял. Ну, как бы бой, то у нас сейчас первый настоящий лидер по своей отваге. Если уж речь про отвагу и про геройство с вот это вот, связанное что-то там. Ну, здесь мы все знаем, поэтому мы сюда не пойдем. Мы здесь все знаем. Пойдем сюда, обратно. Здесь ничего нет. Так. Да, все стоят, все кукуют. Как бы все. Продолжаем. Вот еще одна неделя подошла к завершению. Аннабель направляется прямо на нас. Мы сохраняемся как вот... Что тут? 3-1-1-1 или, я думаю, на Фредерика. Или... Я думаю, нет. 3-1-1-1. Все-таки сделаем такое ключевое сохранение. Как бы сейчас вот... Все возможно. Сейчас вот все возможно. Возможно варианты. Так. Тодд нам не надо никуда. Тодда. Ну, кроме как. Мы можем пособирать. До сих пор одна из шахт не открыта. А, да. Мы можем пособирать. Ртуть. Хорошо. Аж целых 6 ртути. Это прям замечательно. Мы достаточно так паровозной тягой двигаемся к уже выполнению. Там надо 50, конечно, но не суть. Дракошку мы забираем. Вот. И возвращаемся опять же дразнить. Тебе бы бы... Вот очень хорошо было бы бы дойти, но ты не доходишь. Аннабель вроде тоже не доходит, но мы аккуратно. Вот так, на пол хода. Вот даже здесь притормозим. Вот. Теперь же как бы мы можем очень хорошо укрепиться. Очень много денег втратить на то, чтобы... Давно мы здесь не были, даже город еле прогрузился. У нас очень достаточно плотно и много всех. То есть это больше, естественно, чем это было в предыдущие разы. Значительно больше. Прям вот невероятно больше. Но... Сейчас очень ключевой момент и... Как это называется? А поможет ли нам это? Или... Варианты... Говорится... В комментариях можно уже сейчас оставлять. Вот. И какая-то у нас пустота все-таки, да? Что бы можно было бы сделать? Ну, во-первых, наверное... Поскольку мы знаем, что они достаточно хорошо лупят. Сделать вот так. Потом поменять местами тех, кто по двоечкам. Сто шестьдесят. Ну, не знаю, разбивать их на... Количество какое-то или нет. Вообще надо, наверное, разбивать... Количество подходов... Ну, вот не знаю. Туда-сюда. Но они единички. В Китае, что... Я думаю, да. Надо их по сто... Как-то так. Например. И пусть стоят как-то вот... Что ли так. Не знаю. Пока не знаю. Пока вот такая мысль. Вот. Наверное, даже... Ну, время уже так... Немало. Вообще хочется, наверное, перекусить. И, как я и говорил, все ключевые схватки, я думаю, нам поперенести на следующую серию. Вот. Поэтому здесь мы расставились. Сохранимся. Я сохранюсь на Фредериха. Я надеюсь, не забуду. Вот. Потому что я, конечно, пойду кушать. И я очень хочу зайти. Вот. Но главное... Потом уже заодно и обдумываю, что делать. Как бы так примерно. Это, конечно, не всегда совпадает с тем, что происходит по факту. Но вероятность есть. 30% где-то так. Вот. Поэтому, да, здесь мы притормозим, завершим. И, я не знаю, бес будет нападать или нет. То есть, она испугается. Потому что она пришла сюда не такой экипированной. Она приходила сюда под ту армию, которая находилась, наверное, на тот момент две недели назад. Ну, за две недели, как бы, вот, пожалуйста, тебе тут приросло. И нам надо будет уже представлять, будут ли они с Израилом встречаться. Что они могут передать-то из Раута? А, могут много чего передать. То есть... Во-первых, матросов. Головорезов. И... Ну... Может быть, не так много, но... Этих жиц... Ну, нет. Копейки, вообще, конечно. Но, все равно, это те единички, которые тоже, по-своему, неприятные. А еще здесь, да. Вот есть... Квин Конг. Он мог бы передать тоже... Вот он больше... Нет, ну, нет. Ну, не больше. Он мог бы передать тоже что-то. Хотя, да. Он мог бы передать... Тут нормально, во-первых. Этих... Я так и не запомнил, как их зовут. Улучшенных. Нимфоманок. Ой. Ну... Короче. И... Жриц. Нимфеток. Эээ... Нимф. Во, все. Так что, так. А, посмотрим уже в следующей серии, что будет. Вот. Очень интересно. Очень хочется прямо сейчас. Но, я думаю... Будет лучше. Реально. До новых встреч.